В осень пригожий час, а для деятельности агро-садеб не самый лепший. Колькость отпочивающих тут в этот период, звичайно, снижается. Правда, и не все владельники таких садеб, им кнутся притягивать туристов, выключено природными особенностями. Этот дом у вёсты Горыны Мазерского района некогда был сельским клубом, побудованным еще в 1945-м. Правда, перед тем, как его набила семья Харковых, он три годы нияк не выкористовывался. Дякуючи намаганиям новых господаров, былый клуб набыл совсем инший выгляд. Причем, кажуть, у планах яща узвести лазню, невеликую гостиницу и завершить доброупорядку вне территории. Быда и самая значная проблема – невеликая колькость отпочивальников, усовезящим основное надеяние на проведение весельев и корпоративов. За этой нагоды у агро-садебе навыд обсталевали специальную залу. Правда, зараз заявились и пропановы об унесении изменений у законодавства об агротуризме. Забароны на проведение таких мероприемств для владельников, які часто починали литерально з нуля, гэта можа стать значной проблемой. Честно говоря, когда мы начинали заниматься этой агро-усадьбой, у меня строительное образование, поэтому в сфере развлечений людей у меня не было знаний вообще никаких. Все по ходу, все это на шишках, на ошибках, как говорится, учились. У агро-садебе Василиса Прыгожая, Ельцкого района, от проведения урочистовцев так само покой не отмовляются, хоть могут пропоновать и іншые виды отпочинку. При тем, что гэта агро-садеба напылена отдельная в Беларуси, где упор, зробленная на мясовую историю, бо Василиса у дадзенном выпадку не казачная героиня, а конкретный человек и тетка владельницы Алена Лагвиненко, Василиса Прохорова, перша тарактористка тагочасной палецкой области, подчас великой отчины и настратила у всех детей, воевала в протезанском отраде, а потом с червоной армией дошла до Берлина, где покинула свой подпись на Рыстагу. Жалею, что я ей не сказала, что у меня есть такая мечта, что, возможно, я приложу все силы и вернусь в родную деревню, чтобы возродить ее. И все, что она рассказывала о войне, донести людям ее рассказ. Олег Сентяров, Евген Макеенко, Телерадо Копадня Гобин.